Ветераны принимают поздравления. Они на почетных местах. На центральной площади построены войска Анапского гарнизона, курсанты и кадеты, казаки, те, кто прошел Афганистан и локальные конфликты. Принимает командир 1141-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии-полковник Алексей Репин. Командует гвардией-майор Владимир Демьянов. Гвардии-майор Владимир Демьянов, здравствуйте! Здравия желаю, товарищ гвардии-полковник! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 На трибуне руководство муниципалитета, депутаты совета, представители правоохранительных органов. Прохождение торжественным маршем. Не так давно военные медики из Анапа вернулись из Сирии, где оказывали помощь местному населению, вели прием с выездом в отдаленные населенные пункты. Казаки участвуют в охране правопорядка, готовы выехать в любую точку в случае природной или техногенной катастрофы. И растят поколения, достойную себе смену. Ветераны воин современности также участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Все они держат равнение на участников Великой Отечественной войны. Спасибо за тихий и мирный рассвет, дороже и правда, ведь этого нет. Узнали вы цену победы своей, когда при обстреле теряли друзей, когда в тишине вы читали письмо, лишь в мыслях представив родное лицо. Спасибо за силу в той лютой войне и за человечность спасибо вдвойне. За чистое небо, за мир и покой. Вам, ветераны, поклон на зиму. Цветы ветеранам с благодарностью от всех жителей и гостей города-курорта. Я хочу обратиться к ветеранам-участникам войны. Вам всем здоровья, долгих лет жизни. Я хочу сказать огромное спасибо молодежи, которые продолжают о традиции наших ветеранов и славят наш город, город воинской славы. Я хочу пожелать всем, кто находится здесь и вообще во всей России, чтобы у нас было мирное небо и всех вас с праздником. Юрий Поляков призвал помнить и славить тех, кто на своих плечах принес победу, тех, кто не пережил войну. Из 18-тысячного довоенного населения Анапы погибли на фронтах или во время оккупации пропали без вести более 5 тысяч человек. Это страшные цифры. Это действительно людское горе. И об этом не надо никогда забывать. Дорогие ветераны, в этот день я хочу сказать вам огромное спасибо от имени Совета города-курорта Анапа за то, что вы сделали, совершили ратный турновой подвиг. После войны восстановив город-курорт Анапа. И сегодня это цветущий, красивый город. Минута молчания. К вечному огню в сквере боевые славы возлагают венки от губернатора Вениамина Кондратьева, законодательного собрания края, благодарных жителей города-курорта, казачества. В этом году Кубань отмечает 75 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. За это отдали жизни тысячи советских солдат и офицеров. Корзины цветов отправили к братским могилам с почетным эскортом. К вечному огню легли тысячи цветов. Александр Ребека, Роман Беркалеев и Руслан Душевский. Анапа. Регион.